Всем привет! Мы сейчас находимся на лесном кладбище в Минске, и я вам хочу рассказать про этот памятник. Несмотря на то, что это не наша работа, он очень интересный, он особенный, и есть чего рассказать про него. И наверняка вы найдете для себя интересные идеи из этого памятника. Если вам видео понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно переходите по ссылкам на наши сайты. И если вам нужен памятник, то мы точно сможем вам помочь создать особенный памятник и сакральное место для вашего близкого. Поехали про памятник. Во-первых, он изготовлен из двух камней. Это белого мрамора и норвежского камня, который называется арктигрин или массикварцит. Он очень прочный, в нем много слюды, много кварца, и поэтому его структура ближе к кварциту, чем к граниту. Этот белый мрамор, это китайский мрамор, памятник полностью изготовлен в Китае. Массикварцит из Норвегии, мы завозим и пилим этот камень. И что здесь важно в этом памятнике? Важно то, что и белый мрамор, и этот зеленый камень, они очень хорошо сочетаются. Также белый мрамор здорово сочетается по-настоящему красиво с другими холодными камнями. С куру грей серым, таким стальным оттенком, с блю перлом, ярким, насыщенным, таким прям камнем, который украшает любой памятник, любое строение. Белый мрамор и зеленый арктигрин, это оба холодных камня. То есть они здесь идут в правильном сочетании. Потому что должны сочетаться или холодные камни, или одинаковой насыщенности. Насыщенность у них разная. Один очень светлый, второй очень темный. Но они оба холодные. Как можно понять? В арктигрине есть темные вкрапления, темные вены, буквально черные, зеленые, темно-зеленые, светло-зеленые, белые. И все это холодные оттенки. То есть здесь нет желтого в них, и здесь есть серый, черный. Это признак холодного камня, холодного цвета. То же самое в этом белом мраморе. Здесь на нем видны серые прожилки. С этой стороны не очень, с обратной стороны вы это увидите. Здесь на накрывках видны холодные, серые, серые точки, серые венки, серые вкрапления. Камень холодный по своей структуре, по своему цвету. Поэтому, когда вы смотрите на это захоронение, у вас не возникает какого-то диссонанса в глазах. Типа, ну, вроде красиво, но что-то вот не то. Не возникает какого-то отторжения. Потому что правильно подобраны цвета. Это очень важно. Это первое впечатление, первые эмоции, которые возникают у вас в вашей голове. Несмотря на то, что вы можете не знать, что цвета могут сочетаться или не сочетаться. Просто какое-то может быть отторжение. По цветам здесь все здорово. Красиво изготовлено. Красиво, хорошо подобраны. Дальше, по архитектурному решению. Белая стелла, белые столбики, белая накрывка под соколю, белая цветочница, белая тумба. И даже белая галька для места под захоронение. И зеленого цвета немного. Он здесь выбран и размещен акцентно. Посмотрите, вот две плитки. И вот там буквально опора для цветочницы. То есть он чуть-чуть на всем этом белом фоне. И цоколь. Цоколь изготовлен из зеленого камня. Во-первых, зеленый цвет – цвет природы, цвет травы, цвет уверенности. Во-вторых, он все-таки здесь темный. И белая плитка как будто бы парит на этом цоколе, на этом памятнике. Создается дополнительная легкость, дополнительная ассоциация со светлой памятью, с воскресением души, с чем-то невероятно легким. Здесь есть сочетание белого цвета мрамора и белых, серо-белых прожилок в арктигрине. То есть белый цвет поддерживается и в этом камне в том числе. Это дополнительно важный акцент, который связывает два камня и создает из них одно единое целое цветовое решение на захоронении. И я еще хочу сказать здесь про эту стелу. Мне лично ангелы очень нравятся. Стелы с ангелами вместе, отдельно ангел как скульптура, как барельеф, как горельеф. И, кстати, вот здесь этот ангел скорее как горельеф. Что такое горельеф в архитектуре? Это какой-то образ, символ или любой другой представленный элемент, который выступает над плоскостью фигуры, над основной плоскостью на 50 и более процентов. Если посмотреть здесь, то этот горельеф, он стоит отдельно и он здесь проработан больше, чем на 50%. То есть здесь вот эти углубления, вся голова полностью видна, грудь здесь буквально тело ангела, тело женщины. Очень глубокая проработка, несмотря на то, что недостаточно тонкие элементы, тонкая работа, но очень красиво, выразительно, очень нежно. Ангел обнимает сердце, которое тоже является символом любви. Медальон изготовлен в виде сердца. Это тоже проявление, и все идет в одной линии. Белый цвет, ангел, сердце, медальон из сердца. Ну вот я считаю, что вот именно так должны разрабатываться памятники, и так вот они должны быть в одной концепции. Тогда не возникает рассинхроны, и сразу четко понятно, что здесь человек вложился душевно. В этом случае это очевидно, потому что родители ставили памятник по своей дочери, и совершенно понятно, что это самый любимый, дорогой человек, и ненормальный, когда умирает ребенок. Логический ход событий – это когда дети ставят памятники по своим родителям. И еще один элемент, о котором я тоже хочу сказать и обратить на него внимание – это вот этот вид ограждения. Почему он хорош, и почему стоит присмотреться к нему, когда вы будете разрабатывать памятник для своего близкого. Во-первых, ограждение раньше, ну скажем так, 50-70 лет назад, 100 лет назад ставили, потому что кладбища были хоть за чертой города, но рядом с городом. Живность была, там, коровы, козы, овцы, выпас, и ограждение было высоким для того, чтобы животное не заходило на место захоронения. Сейчас памятник без ограждения выглядит красиво, но вот такое вот изящное ограждение, оно является архитектурным элементом. Дополнительно сделать визуальный контур, показать, что вот это вот место, вот именно вот это вот место является сакральным местом памяти моего любимого близкого. Аккуратный простой столбик, и от него идут два элемента, изготовленные в виде кованого металла. Очень красиво смотрится здесь с художественной покраской, в холодном, в холодном желтом цвете, да, именно холодном желтом цвете. То есть, опять же, он сочетается здесь в линиях с камнем Arctic Green и в холодности, в своей... Я надеюсь, что эта информация вам была полезна. Вы сможете использовать ее при разработке своего памятника, памятника для своего близкого. Подписывайтесь, ставьте лайк и звоните нашим ребятам. Мы для вас точно изготовим памятник, который будет особенным для вашего любимого человека. Аккуратный простой столбик.